Вы участники ЗУМа. Сегодня у нас в эфире Светлана Лаврова с новой интересной темой. Передаем ей слово. Всем здравствуйте, ребят. Очень приятно видеть вас. На той неделе не получилось у меня выйти в эфир, потому что готовилась к ретриту. И как раз у нас только-только закончился ретрит. Вчера я приехала домой. Но в двух словах, наверное, мне всё-таки хочется сказать и поблагодарить тех ребят, которые были на ретрите. Это был действительно очень глубокий, этот ретрит. Он очень сильно отличался от остальных. И ребята, которые были, например, это уже третий ретрит со мной, сказали, что приедут на четвёртый, потому что с каждым разом у них огромная распаковка. И, наверное, там чуть-чуть он приоткроет того, что было. То есть он был волшебный во всех его проявлениях. Волшебство в чём проявлялось? Волшебство проявлялось именно в том, что мы не просто на сегодняшний день… Волшебство в чём заключалось? Что мы там разбирали не только питание, какие-то внутренние проживания, какие-то конфликты, что могло спровоцировать те жизненные ситуации, в которых они сейчас находятся. Но мы там прорабатывали и родовые, так скажем, зажимы, откуда всё это шло. Ну и, конечно же, то, что я сейчас изучаю, то, что мне сейчас очень интересно, это клеточная структура. Что такое клетка? Что такое межклеточное пространство? И все ребята, которые были, даже те, которые сомневались, те, которые не верили, что это вообще такое возможно. То есть все заглянули в свою клетку, все смогли увидеть клетку, межклеточное пространство и ту историю, что скрывает наша клеточка. Конечно, это с одного раза не получилось, прям вот так вот глобально, например, как… Но я даже не скажу, что я сейчас это глобально вижу, но тем не менее я это вижу, и не у всех получилось увидеть прям ту историю. Но ребята увидели, где у них зажимы, где у них проблемные места, что у них происходит в клетках, в межклеточных пространствах, и что это значит. Мы посмотрели, мы научились смотреть тонкие миры, как они видятся. И когда это происходит, когда ты понимаешь, что этого вроде бы не может быть, когда ты понимаешь, что это все бла-бла-бла, и никто это не может посмотреть и увидеть, и когда это происходит с тобой, на фоне общего энергетического поля, на фоне того, насколько я могу понятно объяснить, как это делать. И когда ты заходишь в это пространство, когда ты заходишь внутрь себя, и ты видишь эти картинки, то, конечно же, уже сомнений не может быть. Сомнений не может быть не только в том, что ты действительно создан подобию Творца, ты и есть Творец, но ты понимаешь, что ты можешь не просто… Это сейчас мы можем смотреть, да, в свою клеточку, но в свою клеточку смотрите, это же только маленькое начало, а дальше идет путь, когда ты ее узнаешь, когда вы с ней знакомитесь, когда вы с ней знакомитесь во всех своих мерностях, и после этого, конечно же, вы четко понимаете, что вы можете менять не только свою ДНК, не только свою генетическую структуру, но и хромосомный аватар тоже можете корректировать. И это, наверное, очень большие и такие глобальные, мне кажется, открытия, по крайней мере, для меня и для ребят, которые со мной были. Вот, поэтому, если кто-то хочет, если кто-то готов изменить свое бытие вот полностью на 360 градусов, на 1360 градусов, то, ребят, конечно же, я жду вас на следующий ретрит, который будет с 26 сентября по 1 октября. Вот, потому что этих знаний я не смогу передать в эфирах, этих знаний я даже не смогу передать в марафоне. Марафон — это как подготовка, чтобы вы понимали, к чему идти, как смотреть, как начинать. Всё остальное творится, конечно, в личном поле. И я вас, конечно же, с огромным удовольствием буду ждать на следующий ретрит. Вот, а сегодня я бы хотела начать рассказать вам по теме, что такое вибрационное питание, как я его вижу. У меня тут котёнок играет с проводом. Вибрационное питание, в моём понимании, то есть у нас сейчас, наверное, автономия ввелась в такой, я бы, наверное, сказала, в ранг пафоса, в ранг такой, какой-то моды, да? И это не есть хорошо с моей точки зрения. Я никого к своим точкам зрения не принуждаю, но как я это вижу, то есть человек, не понимая, для чего ему этот процесс оставаться без еды и без жидкости, начинает через аскезы туда заходить. И вот через эти аскезы он начинает просто стирать своё тело. То есть когда он не может заниматься физическими упражнениями, когда его выбрасывают постоянно на какой-нибудь жор, когда его постоянно он слышит и психологическую нагрузку со стороны его близких, но это, наверное, не то, к чему мы стремимся, по крайней мере, не то, к чему я всё время стремилась. И многие не осознают того момента, что многие процессы, которые происходят в человеческом аватаре, в человеческом сознании, в человеческой клетке можно прочувствовать и на питании. Но если это правильное питание, что в моём понимании правильное питание? В моём понимании правильное питание — это когда мы питаемся не едой самой, чтобы напихать в себя, а именно вибрациями, вибрационное питание. Я не просто так его назвала. Что я понимаю под вибрационным питанием? Ну, во-первых, я, наверное, сразу же обозначу критерии, что такое питание с моей точки зрения. Это, конечно же, это зелень, это фрукты, это овощи, это сырая еда. В некоторой стадии это орехи, но очень малое количество и семена, семечки. Как я вижу эти вибрационные питания? Ну, наверное, я уже не один раз говорила, что я считаю, что материнское молоко это не еда, это как раз то первое знакомство с миром малыша. Жора, что ты там лазишь? И это... Все, идите. Первое знакомство малыша с внешним миром. И как раз мама показывает малышу, что это доверие, это ты здесь нужен, ты здесь важен, тебя никто не бросает. То есть в любой момент, когда малышу некомфортно по каким-либо причинам, мама дает ему грудь. Не по часам, ни в коем случае, а именно по желанию, по желанию ребенка, по желанию младенца. После этого ребенок начинает ползать. Когда он ползает, что он начинает первым делом, он начинает... Самое нижнее — это трава. Это есть траву. Но он... Вернее, неправильно сказать, не есть траву, а именно узнавать эту землю через первый слой — это трава. Трава — это определенные вибрации, трава — это определенные знания. И когда мы понимаем, что трава, зелень — это не просто как какое-то дополнение, как многие любят говорить, что щеточка для нашего организма, щеточка для нашего желудка, да, которая там... Микроэлементы, там еще что-то. Все же я склоняюсь к тому, что трава — это первый слой, первый вибрационный слой, который мы поглощаем, когда мы... становимся на познание этой планеты, туда, куда мы вышли. Следующее — это уже ягоды, это тоже вибрации, это уже вибрации другого уровня, потом фрукты и овощи. Это лукаши. Я разводу, что ягода. Можно микрофонку лечить? Ягода. 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 Вот и микрофон включился, пожалуйста. Да вот Чарли наш зашел. Чарли, выключи микрофон. Владимир, можно отключить микрофон у кого-то? Ягода. 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 И микрофон. Ягода. Ягода. Чтобы найти эту пароль, я думаю, запах. Ну, давайте там. И смотрите, у нас овощи, если мы посмотрим историю овощей, то практически все овощи — это искусственно выращенный продукт. Что такое овощи? Это когда человек по каким-либо причинам хворал, то он ложился на землю. И когда он ложился на землю, то овощи, они как раз были как лекарство, как лечение. Сейчас нам эти овощи крайне необходимы, потому что мы находимся в таком физическом состоянии, что овощи для нас просто по-другому, без них нельзя. На тот момент овощи — это была своя вибрация, которые больше шли не как информационный слой, а именно как исцеляющий слой, которые находились либо под землей, либо сразу же на земле. Именно про это я и говорю, что такое вибрация, вибрационное питание. И когда мы с вами научаемся выходить на облегчённое питание, когда мы с вами научаемся исцелять свой организм питанием, а именно вот таким вот вибрационным питанием, то мы с вами попадаем автоматически в новый пласт самого себя. То есть наш организм, наш аватар, естественно, наш мозг, он очищается, потому что очищаются клеточки, очищается межклеточное пространство. И когда у нас очищается межклеточное пространство, то как раз вот этот вот топ, который в нас проходит, не энергия, а топ, и это уже научно доказано, и это даже можно посмотреть, то как раз у нас мыслеформа, она преобразуется в другой плотности, в другой реальности. И мы начинаем видеть немножечко другие картинки, мы начинаем чувствовать другие картинки, мы начинаем ощущать и осязать другие картинки. Они более глубокие, более яркие и неповерхностные. Это не те картинки, которые нам сейчас доступны, к сожалению, через глаза, через уши, через какое-то иное восприятие. И именно вибрационное питание – это когда мы не едим еду для того, чтобы набить свой желудок, а информационное питание – это когда мы получаем информационный критерий, класс чего-либо, от определенного съеденного продукта, от какой-то зелени, от какой-то травы, от какой-то ягоды, от какого-то фрукта. Потому что когда мы учимся это распознавать, то мы видим, что это абсолютно другая жизнь, абсолютно другая структура. Это не про то, чтобы получить микроэлементы, это не про то, чтобы у нас был какой-то там правильный, неправильный, вкуснопахнущий, невкуснопахнущий стул. А это именно всё для того, для познания того мира, в котором мы живём. Ребята, если понятно, то задавайте вопросы, с удовольствием отвечу на них. Потому что у меня, если есть в зуме вопросы, я их посмотреть не могу. Если кто-то озвучит, то я была бы признательна. Либо Владимир поднимает руку. Я не знаю, как ему открыть микрофон. Но это либо нечаянно, либо он какой-то, видимо, вопрос хочет задать. У него рука поднята с начала трансляции. Ребята, если есть вопросы, задавайте. Либо пишите, либо какое питание рекомендуете. Но я рекомендую в любом случае очень постепенно уходить. Но, конечно же, в первую очередь это мясо и молочка. Молочка, наверное, даже первее, я бы сказала, чем мясо. Потому что это просто поддержание нашей лимфатической системы, которой, наверное, все уже в курсе, что лимфатической системы её нет. Если в настоящих учебниках кровеносная система, раньше была только кровеносная система, то сейчас в медицине есть ещё лимфатическая система. Но если вы спросите у какого-нибудь хирурга, а как туда попасть, в эту лимфатическую систему, он вам по большому счёту ничего не скажет. Потому что если в вену мы можем попасть, то в какой-то канал лимфатической системы мы попасть не можем. Единственное, что у нас есть, это лимфоузлы. Это как раз те сбустки, где у нас скапливается, максимально скапливается в определённых местах слизь. Но человек, ребёнок рождается без лимфатической системы. Это так, к слову. Поэтому, конечно же, сначала облегчаем. И на каком-то периоде нужно будет, по моему мнению, что около месяца желательно, чтобы организм максимально перестроился, держать такую планку, наверное, 70 на 30. 70% живой еды и 30% варёной. Это для того, чтобы наша поджелудочная очень-очень мягко перестроилась. Чтобы у нас не было жидкого стула. Потому что многие, наверное, кто-то не понаслышке знает, что жидкий стул – это к чему? Если мы резко переходим на сырое питание, то могут появиться рези в животе. Жидкий стул. Жидкий стул – это значит не очень приятные ощущения, вплоть до того, что геморрой у многих влазит. И болевые ощущения, которые проходят, достаточно тяжело. Поэтому нужно очень бережно всё-таки относиться к своему аватару и постепенно переходить на живое питание. Очень нежно. Если кто-то перешёл резко, и у него всё хорошо, это замечательно. Я сейчас говорю просто, наверное, в общем критерии, чтобы каждый на себя это не принял. Просто если кто-то спрашивает, это моё мнение. Потому что мне начинали писать, а я перешёл там резко, и у меня всё замечательно. Я за вас рада, что у вас всё замечательно. Но есть люди, у которых не всё замечательно. И, наверное, в этом случае нужно ориентироваться и на себя, не на кого-то, и смотреть за своим телом. Но и в результате вот это вибрационное питание, к чему стоит подвести, наверное, это то, когда уже идёт совсем лёгкое питание. Это малоедение, когда вы сначала питаетесь там один-два фрукта раз в день, два раза в день, и постепенно это уменьшаете. И уменьшаете это до тех пор, пока вы чувствуете, что вам это комфортно. То есть это может длительное время оставаться, например, какой-то один продукт один раз в неделю. Почему один продукт? Потому что с одного продукта вы считаете информацию, вы считаете эти вибрации. А если вы себе сделаете салат, то у вас будет и внутри вас салат. То есть вибрации вы не получите. Вы получите просто очередную полицию еды. И это тоже нужно учить. Вы очень хорошо выглядите на энергетическом уровне. Благодарю, что делаете салат. Благодарю. Очень приятно. Да, ребят, задавайте ещё вопросы. Я, к сожалению, не могу. Мне тут писали, проведите, пожалуйста, эфир по клеткам. Я не могу провести эфир по клеткам, потому что я делаю такой достаточно неглубокий эфир на клеточном уровне. И так получилось, что YouTube-канал все эти эфиры убрал и включил только буквально несколько эфиров, оставил, вернул. И некоторые эфиры полностью убрал. Поэтому, чтобы не закрыли канал, всё-таки, ребят, такую информацию, которая более глубокая, либо на марафонах кто не может приехать, либо, конечно же, уже на ретритах. Но на ретритах уже практики. Практики, вхождение в клетки, иные миры. И я вас уверяю, что вы все увидите то, о чём я говорю. Я очень плавно вас подведу к этому. Раскрытие вас будет. Ну, ещё не было этого человека, который бы сказал, «О, я ничего не видел». На этом моменте поподробнее. Так, я, Раскрытия, я отнимаю очень важную информацию. Как лично для меня. Чарли тоже сейчас принимает музыкальное и эмоциональное питание. Да. Скажите, в каком случае, какое рекомендация питания для детей и младенцев? Для младенцев, конечно же, если мы говорим о младенцах, я так понимаю, что младенцы – это груднички, то грудное питание, то есть грудью кормить до тех пор, пока малышу это нужно. Это моё мнение. То есть не год убирать, отрывать от других. Если это до трёх лет, то мамочки, которые кормили до двух с половиной, до трёх лет, они прекрасно знают, что уже потом для ребёнка грудь не еда, а именно вот эта поддержка. Эта поддержка мамы – это его мир. То есть один мир соединяется с другим миром. И это очень важно. Ну, а потом вообще в идеале, конечно же, это ребёнка растить на своей земле. Когда он может поглощать те ягоды, зелень, фрукты, которые растут там, до чего он может дотянуться. То есть ребёнок поглощает то, до чего дотягивает. Сначала он ползает – это трава. Потом он немножечко поднимается – это ягоды, кусты. Потом он дальше становится – это уже другая вибрационная платформа, я бы так сказала. Это уже фрукты. Фрукты различные. Чем больше дерева, тем уже там разные абсолютные энергии. Но про это можно говорить тоже бесконечно. Поэтому смотрите за своими детишками, они вас не обманут. Они очень чётко это всё дают понять. Чем кормите своё чадо? Ну, сейчас у меня дети, они у меня все еды, они у меня чётко знают, что хорошо, что плохо, но я в их питание не лезу. Они у меня должны… Ну, моё мнение, у них свой путь, они должны его пройти. То есть они видят, что я ем и не ем, что я ем, что я ела. Они знают, мы с ними очень много говорим о еде, они со мной очень часто ездят на реприты. И чаще у них облегчённое питание сейчас уже. То есть если раньше они как-то могли что-то такое тяжёленькое, то есть сейчас они вообще могут один раз в день поесть там и что-то там какие-то крупные пожелать. Круто, у нас, думаю, скидались. А как по поводу питья? Можно ли на сыром не пить совсем? Как считаете? Ребят, вот смотрите, на сыром, если вы на сырое переходите, что ты ищешь я? Не мешает. А? Кого? Ну ты же у тебя где-то вот она в пакете. А, в ванной. Открой вот этот шкафчик, который под самой раковиной. Когда вы на сыром питании, там очень много жидкости в самих фруктах. Если вы овощи едите в овощах, то вам, как правило, пить уже не хочется. Смотрите по себе. Если организму ещё нужно вымыть какие-то клетки, вымыть какую-то слизь из вашего организма, то она попросит воды, как правило, либо какой-то лёгкий раствор, лёгкий-лёгкий раствор какой-либо травы именно, либо вода это будет. Но, а так, ну не знаю, вот у меня и опыт у ребят, что когда вы переходите на сырое, уже вода как-то не требуется. Моему два с половиной. Рос. Пытаюсь разобраться, чем питать малыша после отлучения от груди. Наверное, отлучение от груди – это тоже так. Вы, конечно, сами смотрите, но можно его не отлучать от груди. Он сам у вас в какой-то определённый момент, когда почувствует, что он взрослый. То есть они так и говорят. Как правило, я наблюдала за многими детишками. На определённом этапе, когда он подходит к маме и говорит, я взрослый. И это бывает как-то очень быстро. Вот так вот просто на щелчок. Если он часто прикладывается в груди, обратите внимание, почему ему не хватает вашего внимания. Он пытается на себя… Как правило, ему не хватает не вашего внимания, а вы забыли о себе. Когда ребёнок, неважно, два года, четыре года, если ребёнок постоянно вас дёргает, постоянно просит внимания, это в первую очередь мамочки говорит о том, что вы забыли о себе, вы распыляетесь, чтобы сделать тому хорошо, чтобы сделать тому хорошо, чтобы вот это отдать, вот это отдать. Про себя забывайте, что я есть. И ваше энергетическое поле, оно скуднеет, и ребёнок пытается как зеркало придвинуть, как он, он это вы, придвинуть вас к самому себе, чтобы вы восполнили своё энергетическое поле. Значит, вы забыли о себе. Когда вы самодостаточны, когда у вас всё хорошо, то ребёнок самостоятельно, неважно, сколько ему, там, два года, четыре года, семь лет, он абсолютно самостоятельно, он самостоятельно играет, он не перетягивает на себя внимание. Это тоже очень важный момент. Добрый вечер, Светлана. У нас по женской линии не усваивается молочка. Женщины кормили детей примерно до трёх месяцев. Больше не получалось. Потом прикормы шли. И с детства бы из любых молочных продуктов. Так как... Так как вообще... Наталья, смотрите, есть такое понятие, как искусственный отказ от груди. Я не знаю, слышали вы его или нет. И у нас сейчас врачи очень часто говорят, что это несовместимость, несовместимость женского молока с ребёнком. Это не усваивается молочка. Это ещё что-то. Но если вы этот момент перетерпите, то ребёнок будет достаточно хорошо и долго потом сидит на груди. У меня было это со вторым сыном, когда он на определённом этапе... Да, Чарли, ничего страшного. Музыка была великолепная. На определённом этапе он у меня... Ну, его было совсем мало там. Сколько-то там... Наверное, месяца ещё не было. И он отказался от груди. То есть он вообще не принимал. Ему даёшь бутылочку, он спокойно ест и засыпает. Как только я ему давала грудь, он тут же начинал кричать, причём таким адским криком. И я тогда не могла найти информацию. Мне единственная сестра сказала, говорит, это бывает искусственный отказ от груди. И тогда вот я четыре дня... Это был у нас такой маленький ад дома. Мы с супругом сидели вот на этих, знаете, огромные мячи, которые вот для фитнес-мячи. Мы сидели на этом мяче с ребёнком по очереди, и его просто качали, потому что он ничего не ел. Я ему отказалась давать бутылочки. Я ему не стала никакие... Естественно, никакие смеси у нас вообще купленные не были. Вот. И через четыре дня... То есть четыре дня ребёнок не ел вообще. Через четыре дня он начал обратно брать грудь и спокойно до двух с половиной лет с огромным удовольствием потом это всё восполнял. Поэтому ни с кефиром, ни с сыром, ни с чем молочным не было проблем ни с волосами, ни с ногтями. Много зелени, с огорода было мясо. У меня, дитёк, к еде особо-то и не тянется. Просто беспокоясь. За счёт чего? Мышечная масса тогда будет расти? Мышечная масса будет расти. Это вообще никак не связано с едой. Не переживайте. Если ребёнок не хочет есть, мне надо менять. там как-то пихать. Ну, я могу сказать вот по себе. То есть у меня даже родители вспоминали. Ну, вот у меня с детства было такое, что я могла по девять дней ничего не есть. Ничего не есть, ничего не пить. Вот. И для меня это была нормальная история, пока там бабушка не начинала переживать, когда там она приезжала к нам, не замечала, что такое было. У меня дети точно так же. Они, я к ним вообще не лезу. Они у меня едят то, что едят. Не едят, значит, не едят. Поэтому у нас здесь разговор короткий. Сейчас сыровед. Волос пустой вообще без аптечки. Врачи. Здорово. У нас вместо молока шла вода, и дети были худыми. Ты ходишь сводить корму. И дети тоже были без аптечки. Ну, наверное, всё-таки в наше время худыми, когда детишки худые, наверное, лучше, чем полные. Потому что вот я смотрю, детей полных всё больше и больше. И как бы это не радует. Работный рефлекс на любое молоко шло у меня с рождения у моих детей. Ну, на молоко это хорошо, но есть же... Растительное молоко. И его можно, можно кокосовое молоко. Но, в принципе, если что-то организм не принимает, то я думаю, что это не страшно. Научитесь слушать свой организм, научитесь слышать его, научитесь с ним взаимодействовать. Если он это не хочет, попробуйте что-то ещё. Ещё пробуйте что-то давать то, от чего вам будет легко, чтобы организм не оттягивал на себя внимание, на то, что он усвоит, не усвоит, исцелиться, не исцелиться. Чтобы была такая еда, что если вы покушали, то вы не убираете внимание всего процесса вашего аватара на переваривание этой пищи. Вот это, наверное, один из главных критериев, как нужно кушать. Так, ребят, сейчас переключусь ещё на на автополстар. Пишите пока здесь сообщение, сейчас я буду переключаться с канала на канал тогда. Потому что по-другому не получается. На ютубе задают вопрос про монопитание. Если фрукты пока рано, какие продукты, кроме фруктов, посоветуете для монопитания? Если фрукты рано, для малыша или что? Тут не указано для кого. А, если говорить про монопитание, но на фрукты пока рано, какие продукты посоветуете? Но если монопитание на фрукты рано, тогда овощи... Нет, ребят, смотрите, монопитание, если мы говорим о зелени, то зелень можно и с фруктами, и с овощами. Если вообще, в принципе, еще монопитание рано, то я бы рекомендовала вам не более трех, трех, например, либо трех овощей, либо трех фруктов. И туда можно зелень. То есть, например, салат, например, салат какой-то вы овощной хотите сделать. Делайте не 20 там овощей каких-то разнообразных, а не более трех, то есть 2-3 овоща и зелень. Если хотите фруктовый какой-нибудь, сделать себе микс, не знаю, там смузи, еще что-то, то фрукты не более двух желательно, максимум три, но не более двух, потому что там сахара и глюкоза, некоторые сахара с глюкозой не все сочетаются, и они вызывают брожение, брожение вызывают своеобразные грибы, а некоторые грибы вызывают слезевик, который тяжелее всего вычищается из нашего организма. Мы есть энергия и вибрации, наше внутреннее состояние влияет на нашу реальность. Согласна. Доброго времени суток. Говорят, что на маловедении выстакивают пломбы из зубов и начинают расти новые зубы. Это правда? Как вырастить новые зубы? Как вырастить новые зубы? Ребята, я уже говорила в каком-то из эфиров. У нас вообще зубы, там, я не знаю, как правильно сказать, там семь гнезд, не гнезд, семь корешков, что ли, как вы их обозначили-то. В общем, у нас на данном этапе эволюционного развития видно, что наши зубы готовы к семи сменам зубов. Это научно доказанный факт. И на сегодняшний день мы точно так же можем вырастить себе зубы. Но чтобы вырастить себе зубы, нужно увидеть себя на клеточном уровне. Это моё мнение. То есть, что такое зубы, что такое распаковка наших каких-то луковиц, наших каких-то корешков. Это когда мы видим вот эти вот клеточки, потому что многие клеточки у нас, почему мы не можем делать какие-то определённые вещи? Не потому что у нас клеток мало или какие-то они вот у всех квадратные, а у меня треугольные. Не из-за этого. Просто у нас произошла по определённым причинам, в том числе и по причинам неправильного питания. У нас наши клеточки, если вы посмотрите внутрь себя, они как бы зажаты. То есть они не стоят в каждой в своём пазле. Они бывают, что некоторые прям пережаты. И сначала нам нужно их увидеть, почистить межклеточное пространство, чтобы они стали на свои места. И после этого у нас уже происходит определённый процесс. Но это достаточно долго об этом говорить. В эфире этого не хватит. И если я буду про это говорить, эфир этот всё равно YouTube заблокирует. Поэтому большую информацию про это я не могу сказать. Но вы можете посмотреть в интернете. Сейчас очень много уже этой информации, в том числе и про зубы. И уже это даже учёные и профессора разработали даже какие-то концепции, как вырастить зубы. Потому что у многих людей начинают расти зубы. Но дело в том, что они растут точечно. То есть не вся смена зубов происходит чаще всего. Чаще всего. У некоторых вся смена зубов. А именно точечно. И когда вы находитесь на таком лёгком питании, либо когда вы находитесь на сухих днях, то вы многие чувствуете… Вот, например, я очень сильно чувствую, что чешутся корешки зубов. И ещё вы будете чувствовать вот эту вот вибрацию по зубам, когда начнёте говорить на сухих днях. Вы будете чувствовать вибрацию зубов. И вот это вот… Все вот эти вот чувствования, они как раз идут к нашим нервным окончаниям. Потому что все, наверное, знают, что большинство скоплений наших нервных окончаний, они как раз идут на корнях зубов. Вот почему самое сильное большее, считается, это зубная. Вот. Задавайте ещё вопросы. Надеюсь, что я немножечко ответила. Так, у нас сейчас ещё включится. Питание – это психологическая зависимость или физиологическая потребность? Питание на сегодняшний день – это и психологическая, и физиологическая потребность. Потому что мы уже несколько поколений живём на питании не на вибрационном, а именно на питании для живота, так скажем. Поэтому нужно постепенно от этого уходить. И, естественно, без психологической проработки мы не сможем этого сделать. И нужно обязательно, облегчая питание, прорабатывать в себя каждый нюанс, каждый нюанс каждого срыва, каждой хотелки какого-либо продукта, каждой смены настроения, каждого момента, который начинает происходить с тобой. Потому что если мы это не проработаем, если мы это уберём куда-нибудь в долгий ящик, то оно потом выстрелит, как пружина. И это будет не очень хорошо. Света, ты сказала слова «неправильное питание». По-твоему, существует правильное питание? Ну да, я же сказала, это как раз то, что я говорю, вибрационное питание. То есть правильное питание, если мы говорим вообще о питании, то это вибрационное питание. Когда ты ешь не еду, не чтобы наполнить желудок, а когда ты съедаешь определённый продукт, не чтобы его получить как питание, а чтобы получить его как вибрационный слой. Вот это, я считаю, вибрационное питание. Вибрационное питание — информационное питание. Вот это я имею в виду. Не для того, чтобы сходить покакать в воду, Ребята, есть ещё вопросы? Света, а что тогда относится к вибрационному питанию? Я не знаю, вы, наверное, не сначала были. Вибрационное питание — это относится, то, что я сказала, это зелень, фрукты, овощи. А, да, спасибо. Да, я не был сначала, извини, пожалуйста. Да, всё уже в образе. Спасибо. Да, ребят, задавайте ещё вопросы. И задавайте, пожалуйста, если есть какие-то желательные темы, то тоже пишите, пожалуйста, я буду их открывать со своего видения, если кому-то это интересно. А если сейчас все вопросы... Да, да, кто-то пришёл. Света, а сегодня какая тема была заявлена? Вибрационное питание. Ага, понятно. Но могу ответить, если какой-то есть вопрос, не касаемо темы, то могу ответить. Да, ребят, если нет вопросов, то я тогда буду на сегодня отключаться, потому что я думаю, что я основное вам передала. А если будут какие-то уже более глубокие вопросы... То есть без потребления вовнутрь? Нет. Спотребление вовнутрь, без вибрационного питания. Смотрите, есть же много очень людей на сегодняшний день, кто не питается. Но я могу сказать абсолютно точно, что если вы не будете... Ну как абсолютно точно, наверное, это всё-таки моё мнение. Это то, что я на себе прожила. Что если вы не будете уходить в изучение себя... То есть я — это есть я, я — это есть вообще Вселенная. Если вы будете зацикливаться, например, на что-то там, автономное питание, автономное питание, там ещё что-то, и какие-то моменты, которые касаемо этой плотности, этого физического мира, то, наверное, через года-два вас выкинет обратно на еду. У вас не будет ничего с вами происходить такого, для чего вам нужно будет задержаться в этом состоянии, потому что состояния открываются, они колоссальны, они просто тебя разрывают. И в определённый момент, если бы со мной не связалась одна женщина и не подсказала мне, куда мне идти дальше, что мне смотреть дальше внутрь себя, как смотреть на клетку, как её открывать, и как смотреть ту информацию, которая есть в клетке, то, наверное, через какое-то время я бы заскучала с теми возможностями, которые начинают открываться. Ты их не можешь применить, потому что ты не понимаешь, куда их применить. Поэтому это очень важно, чтобы мы понимали, куда мы идём. И тогда мы будем идти в этих состояниях, и год не есть, и два, и три. И это уже тогда не будет чем-то таким, что вот я не ем. Это будет уже другой образ жизни, когда ты понимаешь, что, если ты, например, в несколько, там, в шесть месяцев для тебя было актуально жевать погремушку, а сейчас, там, в тридцать, в сорок лет для тебя это не актуально. То же самое и здесь. Когда ты понимаешь, к чему ты идёшь, когда ты понимаешь, как открывается твоя вселенная, то для тебя уже не актуальна еда. То есть это уже очень слабые процессы, которые абсолютно тебе не нужны. То есть без потребления вовнутрь. Да нет, ребят, сначала вовнутрь потребляете, потом у вас это отвалится само собой. Когда вы пойдёте в изучение себя, вот тотально, то есть не просто так по учебникам, а когда вы начнёте получать ту информацию, которая есть в вас, в вас есть вся информация, то тогда вам будет неинтересно есть, она у вас отвалится самостоятельно. А какую инфу вы даёте у себя в инфополе, скажем, которую не каждый человек готов услышать. Ну а сейчас я клетки разбираю, я уже говорила. Расскажите, пожалуйста, про сухие дни, как грамотно заходить и ослабленности, на ваш взгляд. Ой, ребят, это очень долго будет. Но смотрите, у нас же есть чат абсолютно бесплатный в телеграм-канале «Школа автономии». И у нас там почти тысяча человек, и там ребята каждый день делятся своим опытом, как они заходят в автономные дни, что у них там происходит, как лучше, как хуже. У меня есть закрытый клуб «Лайврум». Там у меня уже несколько раз мы заходили общей массой на несколько сухих дней. И сейчас я буду ещё это делать. И там у нас было, как мы заходим, то есть пошагово, что мы делаем, что мы покупаем, что происходит в первый день, что происходит во второй день с организмом, что происходит в третий день, какие страхи вылезают, как мы их прорабатываем. То есть там вся-вся-вся информация, все эфиры записаны. И как раз я думаю, что мы в следующей неделе к следующей неделе, вот я завтра сделаю там эфир, и к следующей неделе мы почистим, и со следующей недели мы с ребятами будем заходить в строгие, сухие четыре дня. То есть если кто-то не может зайти на сухие дни, присоединяйтесь, да, и мы с вами сделаем определённые чистки, определённую психологическую подготовку, и пойдём группой на четыре сухих днях, потому что четыре сухих дня для кого-то тоже достаточно длительный срок, и чтобы это вам было легко и хорошо, то с огромным удовольствием мы это всё сделаем. То есть я буду снимать и утренние эфиры делать там, и вечерние эфиры, чтобы вы понимали, что вы не одни, что вы в группе, и тогда четыре дня для вас покажутся просто песни. Можно вопрос? Да, конечно. Добрый вечер. А вот вы, я, конечно, только недавно зашла и услышала про клетку, что одна женщина вам подсказала открывать клетку, где становится интересно, наблюдать и еда, не наблюдать, получить эту информацию, и еда отваливается. А как вы открываете эту клетку? Наблюдение? Нет. Внутрь себя захожу. Но я же вам это не смогу сказать по эфиру. Ну вот я как раз говорила в самом начале, что этот ретрит, который сейчас вот закончился, там ребята, которые были, они все вошли внутрь своей клеточки и увидели, что это такое. Здорово. Присоединяйтесь на следующий ретрит, и для вас уже не будет это никаким вопросом, вы будете это уже знаем. А что это за канал у вас? Что? А что за канал? Какой канал? Ну вот куда, представьте, там ссылочки. А, это ретрит. Ретрит будет. Вы можете, либо, если вы говорите про обычный канал, то в Телеграме, так и называется, школа автономии, вы можете набрать, и вас там будет. Вот. В любом случае, все, под видео есть вся информация. Вы можете зайти под любое видео со мной, и там вся информация на Автополстаре, она есть. И присоединится ко всем чатам. Вот. Либо ретрит. Ретрит, он будет проходить уже вживую. Что-то за безобразие сегодня, не знаю, про что там пишут. Ретрит будет проходить вживую в Сочи, но с 26 сентября по 1 октября. Сколько это стоимости? Если можно. Ну, вы там приходите, и вам все, все можно будет уже сказать. Хорошо. Потому что несколько этапов стоимости, да. Благодарю. Светлана, вот ты озвучила, что начала ты работать с клетками тела. Не значит ли это, что ты уже работаешь на уровне сознания клеток? То есть ты уже настолько как бы отработала вот эту способность погружения в себя, что ты уже способна опуститься на уровень сознания клеток. и там уже как бы нет. Смотри, там немножечко по-другому идёт. Сначала ты научаешься вообще их видеть, видеть клеточки, межклеточное пространство. После этого ты уже можешь на каком этапе я сейчас нахожусь, после этого ты можешь в клетках уже распаковывать ту информацию, которая есть в клетках. Но она тоже поэтапная, она своя. Вот. Я сейчас нахожусь на этом этапе, то есть на распаковке какой-то информации, которая есть в клетках. А уже после этого, когда ты уже распаковала информацию, то тогда ты уже, да, ты уже можешь эти клетки трансформировать, так скажем, конвертировать. Тогда ты их можешь уже, вот ту информацию, которая тебе нужна, та генетическая информация, либо ещё какая-то, неважно, ты её можешь выводить на первый план. Но я до этого ещё не дошла. То есть я ещё только в просмотре, что там есть. Ага, понятно, понятно. А скажите, Светлана, это происходит с вами постоянно? Вы постоянно смотрите во внутрь клетки, распаковку этой? Или вам настолько это интересно, что вы постоянно в этом находитесь? Ну, либо вы периодически, с какой-то периодичностью просматриваете это, изучаете? Нет, я не постоянно, я абсолютно обычный человек. У меня есть какие-то земные обязательства, то есть у меня дети. Поэтому я занимаюсь и такими обычными делами. И, конечно же, когда у меня есть те моменты, когда в любом случае чаще всего с 12 до 3, это вообще моё время. с 12 до 3 — это максимальное получение информации, которую ты можешь не только получить, но и обработать. Потому что там идут определённые вибрации, когда тебе это сделать проще. А так, чтобы постоянно? Нет, я не постоянно. Я могу сказать, что на сегодняшний день я практически убрала, наверное, ум из своей жизни, если это можно так сказать. И многие вещи, даже касаемо материальных вещей, я стараюсь сейчас уже применять на уровне чувствования. это по-другому. Вот, если кратко, то в таких процессах я сейчас нахожусь. Благодарю. Светлана, ты имела в виду с 12 ночи до 3 часов утра, да? Да, да, да. Ага, ясно. Спасибо. Светлана, скажите ещё такой вопрос, если мы вас не задержим, можно тогда ещё ответить? Да, да, да. Что вот даёт вам вот эта распаковка той информации клетки? Как вы её применяете, кроме того, что вы отваливается еда? Вот, вы не едите. Еда — это вообще клетка не имеет уже в дальнейшем никакого отношения. Это такой маленький фактор, на который даже не обращаешь внимания. Распаковка клеток, когда ты понимаешь, куда ты идёшь, что происходит сейчас вообще в принципе во Вселенной, и когда ты видишь, что нужно сделать, когда ты понимаешь, что нужно сделать. И когда ты это озвучиваешь, даже когда вы находитесь в одном поле с людьми, то когда ты это озвучиваешь, когда ты это видишь, самое что интересное, что люди, которые уже, вот, которые научились смотреть в ту же клеточку, которые научились смотреть, так скажем, в другие миры, они видят ту же самую картинку. И когда ты понимаешь, что ты, ещё несколько человек, видят ту же самую картинку, то ты не можешь себя поймать мозгом за то, что ты сам себе придумал. И это очень важно. Получается, что с такими людьми вы, наверное, можете общаться телепатически уже? Делайте это. Телепатически может общаться абсолютно каждый. Что такое общение телепатическое? Это когда два, например, если два человека общаются, это когда два человека в данный момент времени находятся в моменте. Это может быть 22 человека. Вот если вы все будете в моменте, вы тут же начнёте общаться телепатически. Просто мы не всегда понимаем, что такое общение телепатическое. Мы думаем, это без слов, когда ты передаёшь друг другу что-то. А общение телепатическое — это когда те знания, которые есть в тебе, они, если тебе нужно от другого получить знания, то ты становишься этими знаниями, которые есть в другом человеке, от которого ты хочешь получить. И это делается очень просто. Просто когда ты научаешься быть тотально в моменте. Но у нас очень многие начинают говорить, что в моменте — это когда там я чувствую, как я иду, я чувствую, как я сижу, я чувствую, как это… Это не про это, это вообще не про физику. Это немножечко другие процессы, они более глубже. И когда ты в них находишься, то, пожалуйста, эта телепатия, она же в нас вся, это, как я говорю, это наши базовые настройки. Она никуда не делась. Вы все этим можете пользоваться, вы все можете стать этими знаниями, когда вы в этом состоянии. Светик, привет. Привет, Андрюш. А телепатический телефон отличается от другого набора мыслей или информации, которую ты принимаешь? Абсолютно. Абсолютно отличается. Я могу сказать, ну, такой, наверное, простой пример, что когда я общалась с женщиной, вот, которая меня направила на смотрение клеток, да, ну, это так, грубо говоря, если бы она мне это сказала словами, я бы не поняла. То есть в моей картине мира нет того, если бы она мне сказала. Если бы она мне сказала эти слова телепатически, как мы можем себе представить, то есть то же самое без слов мне бы рассказала, то я бы это не поняла. А телепатически — это именно когда знания, которые есть в тебе, ты их как бы вкладываешь в другого человека, и другой человек встаёт этими знаниями. То есть она в меня вложила эти знания. И когда она в меня вложила эти знания, я есть, я стала этими знаниями. И тогда я понимаю, что делать. А если бы она мне это рассказала бы словами, я бы это никогда бы не уловила, потому что я даже не поняла бы, о чём она говорит. Спасибо. Так, ещё один вопросик быстренько зачитаю. Любовь Добрынина. Всем здравия. Я вам очень благодарна. Подскажите, как не срываться? Не срываться можно только в одном случае, если ты чётко понимаешь, что с тобой происходит и зачем тебе это нужно. А если мы говорим про физику, то это не получится. Вы можете только на аскезе куда-то идти. У меня вопросы закончились. Ну, если нет вопросов, то, наверное, мы отпустим Свету. Да, я вам всем благодарна за ваши вопросы, за то, что приглашаете. Мы тоже очень рады были. Приходи ещё. Всего хорошего. Удачи. Взаимно. Ждём ещё. Всего доброго. До свидания, ребят.